Эффективные методы борьбы с бесконтактным хищением денег должны найти органы власти. Противодействие мошенникам – одна из главных тем координационного совещания по обеспечению правопорядков Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Один звонок и нулевой баланс на карте. Только с начала этого года со счетов жителей Чувашии мошенниками было списано порядка 70 миллионов. Отдельные мошенники находятся не на территории Чувашской республики, они находятся вообще за пределами. По-другому говоря, жители Чувашской республики или отдельных жителей доверяют мошенникам. От звонков мошенников никто не защищен. Недавно преступники пытались списать деньги из со счета руководителя филиала крупного банка. Но провести специалиста не удалось. С колл-центром позвонил сотрудник, представился сотрудником колл-центра банка, назвал мне по имени и отчеству. И сообщил, что у меня совершается операция по переводу. Включился в эту игру, начал отвечать сотруднику. Мне просто было интересно, как это делается. Хотел до конца пройти весь этот алгоритм. И они сказали, что перезвонят, но, естественно, не перезвонили. Здесь, конечно, пропагандистская такая работа должна проводиться, чтобы мы оказали содействие. Глава региона обозначил и другие задачи. В муниципалитетах должны работать эффективные программы профилактики правонарушений. Принимаемые меры дают результат. Сократилось общее количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Поэтому здесь выражаю слово благодарности всем руководителям органов правопорядка за деловые и конструктивные взаимодействия. Отдельная тема – повторные преступления. Часто черту закона переступают те, кто уже отбывал сроки наказания по приговору суда. Хват профилактическими мероприятиями, злоупотребляющих спиртными напитками по возвращению с временных заработок, освобожденных из мест лишения свободы, в сельской местности находится на крайне низком уровне. Тревожит и другая статистика. В ряде муниципалитетов выросла подростковая преступность. Несовершеннолетние совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и хищений. Но в основном, конечно, распространение наркотиков, синтетических средств – это бесконтактным путем. И это уже пробелы в воспитательной работе, которую необходимо улучшать, отметил глава региона. Взаимодействие всех сторон – важный фактор предупреждения подростковой преступности. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.